Норильск продолжает восстанавливаться после жесткого шторма. Подрядчики определены, предстоит уточнить объемы. В первую очередь ремонтируют наиболее пострадавшие кровли, после чего переходят на те, где разрушения не столь заметны. На одной из крыш побывала Екатерина Луцев. Свыше 100 миллионов рублей на восстановление 50 муниципальных объектов и 156 живых зданий. Именно такие цифры озвучивали чиновники 28 марта. Однако обследование продолжается по сей день, поэтому об окончательных цифрах пока говорить преждевременно. Общая смета может возрасти. Там, где ветер сорвал 40 квадратных метров кровли, придется обновить 60. Это как минимум. Пример Дзержинского 5. Когда мы берем новые листы металла и начинаем состыковывать со старыми листами, которые лежат, некоторые листы приходится демонтировать, потому что они порваны. Фальцы уже порваны, мы не можем новый металл состыковать старым, поэтому приходится менять еще один ряд картин из той и той стороны. Поэтому пойдет увеличение. Картины специалисты называют металлический лист с загнутыми по периметру краями. При помощи специальной технологии их скрепляют между собой. И так шаг за шагом. Большинство крыш починят за счет средств, ежемесячно поступающих от жильцов в виде взносов на текущий ремонт. А это значит, что управляющим компаниям придется пересмотреть планы на этот год. Так, к примеру, не все подъезды, которые в этом году хотелось бы отремонтировать, предстанут в свеженьком виде. Так же, как и не все требующие того металлические крыши, дождутся антикоррозийной защиты. Перейти от текущего к капитальному ремонту придется на крыше первого дома по улице Советская. Здесь шторм сорвал 1200 из почти 4000 квадратных метров кровли. Это почти 30%. И тут управляющей компанией без помощи муниципалитета не обойтись. Городская власть выделит средства из резервного фонда. Работу будут вести специалисты из Томска. На этот объект подрядчики зайдут в воскресенье. Если погода позволит. На сегодняшний день проблем со строительными материалами нет. Подрядчики зашли на объекты, которые они ремонтируют, своими материалами. Ну а все остальные МКД у нас подпадают по текущий ремонт. Металл и древесина у нас находятся в наличии. Введенный в норильский режим чрезвычайной ситуации позволил управляющим компаниям обойтись без конкурсов по выбору подрядчиков. Это существенно сократило сроки проведения работ. Формальный режим ЧС продлится до 1 июля. Но понятно, что справиться постараются раньше. Иначе после жестокого шторма в город придет большой поток. Екатерина Луцев, Андрей Анфалов, Вести, Норильск. 4,5 миллиона пени насчитали жителям домов, находящихся в зоне ответственности только одной управляющей компании. Всем, кто не внес плату за январь, а также не оплатил прошлогодние долги, в мартовские квитанции добавили строчку пени. Напомню, с января этого года в силу вступил закон, по которому управляющие компании могут начислять расчет пени по повышенным ставкам, привязанным к валютному курсу Центробанка. Так, собственник или квартиросъемщик при среднем размере квартплаты в 5 тысяч рублей, через 30 дней после образования задолженности за каждый день просрочки заплатят 1 рубль 83 копейки. А начиная с 91-го дня ежедневная сумма вырастет до 4 рублей 23 копеек за каждый день ожидания. В марте месяце в соответствии со 155-й статьей жилищного кодекса, лицам несвоевременным, оплатившим, внесшим плату за жилищные, за жилое помещение коммунальные услуги, была начислена пеня в соответствии с новой редакцией жилищного кодекса. Сегодня весь мир отмечает День здоровья. 7 апреля 1948 года была основана Всемирная организация здравоохранения. Отмечать день рождения начали спустя два года. С тех пор по традиции, один день в году посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами. Тема 2016 года «Победим диабет». В наше время это заболевание стремительно растет в странах с низким и средним уровнем дохода. По данным ВОЗ, диабетом страдает уже более 350 миллионов землян, а через 20 лет это число может возрасти вдвое. Эксперты прогнозируют, если не предпринять решительных действий, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной смерти. Но диабет лечить можно и нужно, а большую часть случаев заболевания можно предотвратить. Расширение доступа людей к диагностированию, обучение правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечения являются важными элементами ответных мер. Доказано, что простые меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или отодвигают сроки диабета второго типа. Диабет прежде всего поражает сосуды и нервные окончания. Страдают сосуды сетчатки глаза, почки, сосуды нижних конечностей, сердца, головного мозга. Диабет является ведущей причиной по развитию слепоты, ампутации конечностей и развитию почечной недостаточности у пациентов. Однако на сегодняшний день продолжительная жизнь пациентов с сахарным диабетом второго типа составляет 72 года, что в принципе не отличается от таковой в целом по красноярскому краю. Прежде всего это связано конечно же с имеющимися в арсенале доктора на сегодняшний день современными сахароснижающими препаратами, как таблетированными, так и инсулинами. И все-таки ранней достаточно диагностикой сахарного диабета. Норильские подростки стали серебряными призерами регионального чемпионата Junior Skills. Мероприятие прошло в Красноярске и собрало более сотни школьников со всего края. Будущие инженеры и программисты состязались в четырех компетенциях – инженерный дизайн, лабораторно-химический анализ, прототипирование, мобильная робототехника. В последней номинации серебро взяли воспитанники Норильской станции юных техников. Какие задания выполнили ребята, расскажет Михаил Чечелев. Собрать своего робота из конструктора, написать программу передвижения, положить его в блок устройства, запустить и чтобы без малейших сбоев. 12-летнему Саше Ильченко и 13-летнему Саше Акантьеву задание оказалось по силам. Чтобы ускорить процесс, ребята решили распределить обязанности. Обязанности делать самого робота. Он писал именно программу для робота. Основная часть задания – это сделать программу. То есть на программу мы уже делали двойные усилия, потому что робота – это как бы не так сложно, как сделать особенно программу. Это не просто выставочный экспонат, не набор деталек и цифр компьютерной программы, а настоящая действующая модель, способная доставить груз из баночек до места назначения. Ребята признаются, робот иногда отклоняется от намеченного маркрута. На доработку программы передвижения им не хватило буквально 10 минут. Ну, запомнилось, конечно, как проехал участник соревнований из Красноярска, который занял первое место. Ну, он выполнил все задания, полностью все задания и получил максимальное количество баллов. А у нас робот не получил 10 баллов. В Красноярск ребята отправились после успешного прохождения заочного тура. Выполнили письменное задание и получили приглашение на чемпионат. Что интересно, в самой столице ребят поразили вовсе не городская архитектура или местный колорит. Скажем, снега не было. Это просто новость, так как мы живем в Норильске. Теперь в списке достижения ребят серебряные медали в компетенции «Мобильная робототехника». Им удалось обойти участников из 20 команд региона. Сильнее оказались только красноярцы. Норильчане в восторге. Саша Ильченко во взрослой жизни мечтает стать инженером и открыть свою компанию по производству электронной и бытовой техники. Так что вполне возможно, что эта съемка станет одним из эпизодов будущего фильма «Становление успешного предпринимателя». Михаил Чечелев, Маргарита Бтыченкова, Евгений Жуков. Вести Норильск. Завтра в Родине пройдет заключительный сеанс проекта «Золотая маска в кино». 8 апреля норильчане увидят «Сон в летнюю ночь» театра «Мастерская Петра Фоменко». Это одна из трех постановок, привезенных в Норильск в рамках проекта «Театр в кино». 1 апреля на экране Родины оживали герои балета Леры Ауэрбах Татьяна в исполнении артистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Примечательно, что роль Евгения Онегина доверили бывшему норильчанину, выпускнику ансамбля «Аганер» Дмитрию Соболевскому. По признанию зрителей, 2,5 часа и 22 минуты антракта пролетели на одном дыхании. Отмечу, что церемония вручения Российской национальной театральной премии по итогам сезона 2014-2015 пройдет 16 апреля в Москве. На Солнечном круге день фольклора. Сегодня в городском центре культуры проходят конкурсные выступления участников номинации «Народное пение». Только что закончили выступать самые взрослые участники фестиваля, исполнители в возрасте 11-12 лет. Накануне конкурсная программа открылась с дебютом. Это одна из трех номинаций круга. За солнечным выступлением самых маленьких из зрительного зала наблюдала Оксана Завгородняя. В номинации «Дебют соло» приняли участие 14 юных вокалистов. Все они воспитанники норильских детских садов. Маленькие артисты только начинают свою творческую деятельность, но оценивают их на конкурсе совсем как взрослых. Единственное отступление. Перед началом выступления судейская коллегия под председательством лауреата международного конкурса вокалистов в Италии Ольги Лановой поднялась на сцену, чтобы подбодрить малышей. Вы артисты и главное, чтобы вы выступали на сцене, потому что у артиста нет возраста. Выступайте, пойте, дарите нам свою радость и энергию. Саше Чераеву пришлось первым выйти на сцену. Так выпал жребий. Мальчик не смутился, смело продемонстрировал зрителям все, на что способен. И эмоции, и свои вокальные данные. Пусть прозит сильных волосей, к россии ответят. Невозможно без друзей, в жану белом свете. Каждый участник помимо голоса мог похвастаться и яркими костюмами, которые шились практически у всех специально к конкретному номеру. Песни музыкальные руководители детских садов подбирали тоже индивидуально под каждого ребенка, учитывая его темперамент и возможности. Я буду песню петь Бибику, и она мне очень нравится. Я учила ее два месяца. Арина Гринко призналась, ее конкурсная песня теперь в списке любимых. В первую очередь за ее задорный припев. Поздравляю я Бибику, любимый красный цвет. Биби-биби-биби-биби-биби-биби-биби-биби-биби-биби. Кто-то из конкурсантов оставался судьями один на один, а некоторых поддерживала подтанцовка. Вместе с Вероникой Никифоровой на сцену вышла самая многочисленная группа танцоров из ее же детского сада. Уже после выступления Вероника рассказала о главном герое своей песне «Эскимосе». «Эскимос» — это такой человек, одет в северный костюм. Он едет на нардах и песенку везет веселую. Пока на сцене идут певческие состязания, за кулисами до самого выхода репетиции. Волнения практически нет, ведь артистов поддерживают в зале родные и близкие люди, за что им маленькие звездочки очень благодарны. Оксана Завгородняя, Андрей Анфалов, Вести Норильск. В эти минуты во дворце «Спорт Арктика» проходит матч между МФК «Норильский Никель» и командой «Сибиряк». Встреча проходит в рамках 20-го тура Суперлиги. Цена победы — участие в заключительном этапе чемпионата — раунде плей-офф. Отмечу, что на данный момент соперники норильских мини-футболистов занимают шестую строку турнирной таблицы. Норильский Никель на девятый. Два восьмых, десятые и одиннадцатые места. Таков результат участия юных футболистов Норильска в финале турнира пчероссийского проекта «Мини-футбол в школу», проходившем в Москве с 21 марта по 2 апреля. Для заполярных спортсменов это стало своеобразным дебютом на всероссийской мини-футбольной арене. На столичное игровое поле вышли четыре норильские команды. Возраст участников — от 11 до 18 лет. Дети в целом остались довольны, решили готовиться на следующий год упорно. Ну и задел как бы попасть поближе к пятерке туда, в тройку. Дети настроены серьезно. Очень классно все было организовано. И то, что в Москву есть шанс поехать, это было на самом деле здорово очень. Команде очень понравилось. Да и по мне так мы сыграли очень достойно. На равных играть, в любимой команде мы. В столице Краев впервые прошло открытое первенство по дартсу. В турнире участвовали спортсмены из Кемеровской и Новосибирской областей, представители Красноярья, а также дартсмены из Норильска. Сборная Заполярье состоялась из пяти человек. В личном первенстве Григорий Кириленко и Влад Мартыновский завоевали золотые медали. Антон Давыденко стал вторым. В парной категории норильчане также выступили успешно. Давыденко и Мартыновский стали лучшими среди юниоров, а пара Добрецов-Кириленко третьими среди мужчин. Уже поступили предложения принять участие в летних турнирах в городе Москва среди лучших 20 дартсменов. Нам дали два приглашения первому и второму номеру Кириленко и Добрецову, чтобы мы смогли попробовать своей силой уже в таком крупном профессиональном турнире в Москве. 8 апреля в Норильске ожидается облачно-временнами снег, низовая метель. Ветер южной четверти 8-13, в горных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в темное время суток от 13 до 15 градусов ниже нулевой отметки. Днем столбик термометра покажет от 8 до 10 градусов со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова